Легендарный ЗИС-5 автогрузоподъемностью 3 тонны, чего его так и прозвали трехтонник. Машину начали собирать в 1933 году. С началом войны производство авто сделали более простым и дешевым. Вездеход-грузовичок стал спасением на фронте. Ветеран войны Семен Толмачев вспоминает, как у Днепра советская машина дала фору импортной. В песку эти машины американские не могли пройти. А генерал стоял рядом и говорил, когда зашла эта машина на песок, он говорит, это отечественная машина, она выйдет сама. И она вышла. ЗИС выпускали с 1933 по 1948 годы. Но надежные и прочные модели марки встречаются в России до сих пор и не только в музеях. Эту машину в 80-х нашли у дворе технического вуза. В рамках дипломных работ студенты поставили ее на колеса. Через 30 лет техника пришла в плачевное состояние. И в этот раз над ее реставрацией несколько месяцев трудились заключенные из правительной колонии номер 3. Там все есть и включает двигатель, только мне нужна небольшая наладка его и не более того. Больше, что он мобильно снимается. То есть это автокран и быстро поехали. Кстати, он приехал-то практически своим ходом. Весь год машина будет на постаменте на территории вуза. Напоминать о гении технической мысли. А на следующий день победы в университете планируют вывезти ее на парад. Те же планы на будущее 9 мая и у ветерана Семена Толмачева. В свои 97 он лишь недавно по совету детей перестал водить машину. Зато активничает на огороде, курирует семейные стройки. А еще любит читать. Публицистику, исторические, художественные книги. Я иногда до полночи считаю так. Да вы что? Да, пока без очковыши. Живые и мертвые так. Я их считал и еще вот сейчас уже второй раз стал первую книгу. Я, допустим, где-то на каком-то фронте. А другого фронта, а здесь описано, значит, так. Уже совсем другие вопросы. А еще обязательно читает новости. Несмотря на возраст, Семен Петрович хочет быть в курсе происходящего в стране и обдумывает все события. Уже много лет как нет в живых его сослуживцев, но даты, причастные к Великой Отечественной, для него памятны. И проводить их он стремится в окружении единомышленников и семьи. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов, День с толком.